В главном почтовом отделении Вологды на Советском проспекте сегодня состоялась торжественная процедура спецгашения марки с видом Вологодского Кремля. Спецгашение это особая процедура, которая проводится для специальных марок в течение одного дня особым штемпелем. Такие марки впоследствии имеют большую ценность среди филателлистов, людей, которые коллекционируют марки. Погасить специальным штемпелем марку можно в течение всего сегодняшнего дня, а уже завтра эти марки будут гаситься обычным штемпелем. О том, как проходила процедура сегодня, смотрите далее. Вот смотрите, вот такой, это уже официальный. Нет, не официальный, не лучше Вологды. Вот этот, это значится и одну марку. Значит, две марки там. Да, да, да. Сюда. Хорошо. Теперь сам главный прицелиться хорошо. Сейчас сменю точку, чтобы не забораживалась, чтобы марочку не закрывала, но в то же время, чтобы кончик был захвачен. Вот оно будет точно. Процедура спецгашения проводится Почтой России регулярно, в основном она приурочена к памятным датам в истории нашей страны, в истории нашего региона. В данном случае Почтой России было принято решение обозначить как-то ключевые, скажем так, Кремли России. У нас сейчас в нескольких сразу регионах России вышла серия марок и серия огошений Кремли России. Значит, в том числе и Вологодский Кремль попал в этот почетный список. Марка сегодня, 30 августа, вышла обращение первый день. И сегодня же у нас будет первый день, единственный день гашения. Это гашение первого дня. Проводим мы это, как правило, для всех филателистов, которые есть и в нашей стране, и на территории Вологодской области, а также для частой марки и конверты со спецгашением используют еще любители в целом истории, краеведения, люди, увлекающиеся какими-то темами из истории нашей страны. Марка имеет номинал именно заказного письма. Как правило, те люди, которые занимаются филатерией, для них важно не только погасить эту марку, но и важно еще отправить письмо, чтобы оно еще прошло, скажем так, по почтовому маршруту, и им домой пришло по адресу с отметками отделения почтовой связи. Поэтому большинство отправляют их письмами. Но заказное письмо так отправлять удобнее, чем простым письмом, потому что у заказного письма есть отслеживание. Можно будет посмотреть, на каком этапе сейчас доставки находится данное письмо. Отличие штемпелей первого дня гашения от стандартных календарных штемпелей заключается в том, что они являются штемпелями первого единственного дня гашения. На них обозначено, когда, где было гашение и чему оно было приурочено, в отличие от обычного календарного штемпеля, где стоит только дата и номер отделения, индекс отделения почтовой связи. Этим штемпелем можно воспользоваться только 30 августа 2017 года, после чего он будет утилизирован, и все желающие, кто не успел, они уже воспользоваться им не смогут, и письма с этим штемпелем отправить будет нельзя. Мы тут не случайно, после чего нас заранее предупредила, что будет, так сказать, такой момент исторический своего рода, тем более, что у нас с ними есть уже опыт работы. Когда-то они специально делали такой как бы штамп, тоже для гашения письма с фронта. Поэтому у нас есть уже такой опыт общения. Кроме всего прочего, все, что касается Вологды, все, что касается, тем более, Кремля, в котором мы расположены, это направление нашего комплектования. То есть вот то, что я купила, конверты, марку, это будет лежать в фондах музея-заповедника. Фонды – это потенциальный экспонат, выставки ли, экспозиции ли. Может быть, это будет не завтра, а через сто лет, когда это все приобретет совершенно другой исторический вес, но это комплектуется для истории. Вот это приобретено для истории, не любопытство для. Кстати, непривычный ракурс изображения аномарки. Обычно, вы знаете, Кремлевскую горку изображают, что называется ФАС, то есть Воскресенский собор, Софийский собор и Колокольня. Такой немножко непривычный ракурс. Вот это марки придает своеобразие.